Второй вопрос. Кто виноват? Откуда? По ответу на этот вопрос предложил голландским, в то время молодым математикам, но уже известным, Брауэр. Он снимался по луне. Брауэр. Он, опять же, в 2008 году, как и сомнело, он публиковал работу на голландском языке, которая называется «О недостоверности логических принципов». То есть он подверг сомнению возможность применения обычной традиционной логики в математике. Чем это обосновано? Причем сомнение общего характера? Причем сомнительное? Ну что такое законы логики? Законы логики, в принципе, классической логики. Это фиксация в некоторой уже окончательной форме тех способов умозаключений, которые в реальности люди используют, и вот они убедились, что да, такие способы всегда из верных посылок дают верное заключение. Ну а посмотрим, а какая практика? Мыслительная практика практики рассуждений в человечестве. И чем отличаются математические практики рассуждений? Вот дело в том, что в реальности люди не имеют дело с бесконечными совокупностями. А в математике есть абстракт, но бесконечная совокупность. Почему, скажем, недопринцип, общепризнанный принцип, который признается в верных докладах количества, в общем, неверных, скажем, ну, это просто такой принцип. Целое больше своей части. Ну, целое, что-то больше, чем части. Ну, как бы я сказал, с ритейской точки зрения, а блин, это да. Ну, мы знаем, что теория множества, да, что там, да, что, скажем, натуральных честь, то же, чтобы быть целых. Потому что мы что-то должны знать не соответствовать. Ведь некоторые, в принципе, негодятся. Теперь, какой же принцип логики предвергает критике Брауна? Это закон исключенного третьего. Закон исключенного третьего. Закон исключенного третьего говорит следующее. Он решает такой формулы, как это там, фи или не фи. То есть, это отрицание. Ну, в смысле такой, что, как вначале высказывание, оно либо истинно, либо можно, там, в смысле, что истинно его отрицание. То есть, прямо противоположное высказывание. Хорошо. Это основные законы классической традиционной группы. Ну, это у нас вот такое, такое самое... Ну, пускай это, ну, какое-то уроки. Пустой урок, что-то, это такое, по-почти фи, в общем, такое вложение. Да, 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 просто д. И пускай, да, нам не интересует свойство объектов. То это же свойства, которым элементом вот армутатом, и не обладать. Прадекс. А фи, что такое, существует х, такое, что прадекс. Ну, тогда не фи, это будет, конечно, в чем понятно, что какой бы мы их взяли, он не обладает свойство д. Вот. Вот теперь возьмем вот это самое, фи или не фи. Вот, если мы, значит, доконичнее, вот мы по порядочку переберем элементы множества д, ну, и либо мы обнаружим объект, обладающий свой струк В, да будет доказано фи. Либо мы перебрали, все такие объекты не обнаружили, будет не фи. Ну, и все. А ты представьте, что множество бесконечное. Бесконечное. Мы не можем, в принципе, перебрать все элементы этого множества. Не можем, если да бесконечное. А мы делаем вид, как бы, что мы это можем. Вот, может быть, из-за этого... И потом происходят теории множества, это значит вообще в математике, ну, всякие вот такие неприятности, типа парадоксов. Ну, и вот, это, ладно, это критика, если открыл сомнению, законность применения традиционной логики в математике. То есть классический логик в математике. Но этим не ограничилось. Была выглята, опять же, разрабатывалась и Брауэром, и его сторонниками, идея построения математики на другой основе, на других принципах. Других принципах. Это, кстати, платформа, как это называется, интуиционисткой. Но дело в том, что это... Ну, интуиция, это интуиция, это слово интуиция. Но интуиция, это понимать, и понимать в следующем... Не в том смысле, там, какое-то озарение там и что. Интуиция буквально в таком смысле понимает. Что, значит, если математический объект, математический объект, он складывается в сознание математика. Вот он держит в голове представление о каком-то абстрактном математическом объекте. И вот это его представление, то есть интуиция, вот его интуитивное представление об этом объекте. Вот там, типа... И согласно этой дактрине, сколько математика, столько и математика. Ну, казалось бы, все. Но на самом деле, по некоторым причинам, по-разному можно давать объяснение юристическое и эмоционалистическое, то в сознании разных людей возникают сходные представления об одном объекте. Об одном том же объекте, и такой объект это натуральное число или натуральный ряд. Вот мы с вами видим исходная позиция, что в представлении натуральных числах оно как бы одинаковое у всех людей. И именно натуральное число, это некоторый, значит, объект, который возникает в процессе построения, там, начиная с числа 1, состоит из наших следующих чисел. И процесс построения натуральных чисел можно фиксировать в материальной форме. Ну, как-то делалось, так сказать, мы, наверное, не проповедуем людьми, когда делали насечку. То есть вот число 1, палочка, это число 1. И все понимают, что вот это число 1. Число 2, это палочка, число 3, это палочка. И вот натуральные числа, они одинаково все понимаются, это как те вот объекты, которые изображаются вот этими словами. Натуральные числа это слова. Дальше, но. Мы можем понимать, какая же такое... Процесс построения натуральных чисел потенциально неограничен. Мы можем сколько, если уже построили натуральное число n, мы можем приписать палочку и получить следующее число, там n шлих, следующее число. То есть процесс такой потенциально неограниченный, значит, потенциально бесконечный. Но нельзя присуждать так, что у нас уже готовы уже все натуральные числа построены. Такое запрещается. Это никогда не бывает, что все натуральные числа построены. Поэтому можно рассказать о каждом отдельном натуральном числе, причем даже в общем виде, говорить о множестве всех натуральных числа. Это натуральные числа понятно, это вот такие слова. Потом возьмем еще целые числа, как можно ввести. Ну еще переведем цифру 0, вот, еще значок минус. Ну и будем в человеке 0, целое число, натуральные числа целые числа, 0 целое число, ну и всякое число, там, например, это минус 3, тоже целые число. И дальше можно определить операции, там, значит, все арифметику над этими самыми числами. Ну как у нас принято? Кака обычная замечательная шутка? Все, ну, работать по складочке. Рациональные числа тоже нет проблем определить. Значит, добавим еще значок такой, значок дроби. И будем считать, что рациональное число, это такая дробь, там, m дробь n, где m это целое число, а n натуральное число. Ну вот, да, так что mn, предусловно, mn взаимопростые. Ну что, взаимопростые-то тоже. Вот, получается, мы дроби, которые слова таковы. Слова в следующем вы смотрите, это вот рациональные числа. И так все у нас есть. Дальше, действительные числа. Ну, какая-нибудь математика без действительных числений строит. Ну, будем подражать классической математике, у нас тут понятие фундаментальной последовательности рациональных чисел. Но сначала, что такое последовательность? Значит, это понятие множество, и у них просто пара, ничего. Что значит задать последовательность рациональных чисел? Это значит указать, описать словесно такое правило, которое каждое натуральное число l сопоставляет, это некоторое рациональное число. Тут описано правило, вот о формуле какое-то определение. А это вот задна последовательность. Опять же, если задна правило, это можно задавать на случай какой-то алгоритма, а можно при этом с помощью бросания монеты. Возвращаясь на бросание монеты, можно строить соответствующие числа. То есть рациональные числа. Понятие последовательных чисел. Ну а чтобы дальше говорить о действительных числах, мы немножко сейчас обратимся к логике, к логической части. Пока мы оставим-то еще кое-что. Цитат подверг критике закон заключенного третика, право подверг критике закон заключенного третика. А что было признано незаконным использование традиционной логики в математических рассуждениях? Ну а что взамен? Ну а как все-таки? Какое рассуждение может быть решать правильно? Ну то, которое, соответственно, интуиции, если каждый шаг рассуждений, должен быть ясным, простым, и, значит, один человек другому что-то доказывает, вот они оба должны согласиться, или если не согласны, то, значит, какие-то другие должны приводить. То есть никакой определенной логики нет, каких-то законов, которые изначально навязываются в математике. Но это не значит, что нельзя говорить уже о выработке принципов интуиционистской логики, то есть о те законы, которые приемлемы с интуиционистской точки зрения. Но для того, чтобы эти законы формулировать, надо разобраться в основных логических понятиях. Основное понятие традиционной и классической логики – это понятие высказывания. Высказывание – такое предложение, про которое место выступает, что на истинные логики. И вот их традиционная точка зрения, то есть классическая, состоит в том, что у каждого высказывания есть истинностное значение. Там истина, пишем единица, или ложь, пишем ложь. Мы можем не знать истинностное значение высказывания. Более того, деятельность математики в основном направлены на то, что есть некоторое высказывание, а надо узнать его истинностное значение. Это целая деятельность математическая. Но считается, что как бы все-таки у этого высказывания есть истинностное значение, но, грубо говоря, что у него высказывания есть паспорт, это графическое значение, это написано единичкой или ноль. Вот паспорт хранится там где-то, только скажем, выше, где бог знает, и сказывает, что или нет. А мы не знаем их, пытаемся узнать. Но крайне объективно, на самом деле, конституционное студение, это реалистическое средство, что у сказывания есть истинное значение. Брауэр предлагает более реалистический, с материнской точки зрения, взгляд на понятие высказывания, истинности высказывания. В каком случае математик считает высказывание истинным? Есть ли у него доказания? Миллионы лет. Если высказывание доказано, то оно считается истинным. Пока оно не доказано, оно не может считаться истинным. Итак, истина то, что доказано. А тогда получается следующая вещь, что в такой трактовке может быть логическая операция над высказыванием. Потому что с вами почти неинтересно. Конъюнция высказывания, а или б. Доказать конъюнцию, надо доказать а и доказать б. Понятно. Дисфюнция высказывания, а или б. Доказать конъюнцию, надо доказать а и доказать б. Это не отличается. На самом деле они отличаются от классического, обычно традиционного. А что отличается, это понимание импликации. Если а, то б. И а влечет б. Что значит доказать импликацию а влечет б? Ну это значит вывести б из предположения а. Это не то же самое, что а ложно или истинно. Это трактовка, понимание самой импликации никак не связано с тем, что мы знаем. Не надо знать, а отличный или нет, и б отличный или нет. Не умея доказать ни то, ни другое, мы тем не менее можем доказать импликацию. Мы предположим а логическим путем включили б. Вот основная, и так понимается, импликация. Это главная отличительная особенность интуиционистского понимания. Отрицание. Отрицание проектуется как импликация а к некоторому абсурдному высказыванию, у которого заведомо нет никакого доказательства. Например, 0 равен 1. В каждой области математики можно свое абсурдное высказывание. То есть, доказать облицание, это значит привести к абсурду предположение, что а истинно. То есть, допустим, а, порассуждали-порассуждали, получили абсурд. Ну вот, значит, самое доказание не а. И вот если мы доказали не а, то тогда а считается ложным. А называется ложным. Вот. И тогда получается, что если интуиционистское точечное зрение, высказывание такая. Высказывание... Высказывание появляется, формулируется в его паспорте, графа из-за значения запомнена. Но уже в результате деятельности человечества, в этой графе может быть единица его доказания. Может быть, это ноль, если проверить. А так вещества высказывания живут с незабавной графой. Это так называемое непроверенное высказывание. Непроверенное высказывание. Поэтому, как бы, интуиционистское зрение высказывание могут быть истинными, то есть, которые доказаны. Ложными, которые проверили. И остальные непроверенные. Но это не то же самое, что, как бы, значатая логика. Это состояние третье непроверенное, это нельзя трактовать как истинное значение. Потому что это временное состояние. И оно не присуще высказу как таковому. Это, на самом деле, как бы, отражает состояние наших знаний. Наши знания об этом высказывали. Вот. И так, ну, теперь уж, если мы говорим об операциях, индивидуальная трактовка квантеров. Квантеров. То есть, квантеров существования. Пускай у нас есть какое-то предложение с параметром х. Ну, а есть какое пробегает какое-то... Есть возможное значение у этого параметра. Например, натуральное число. Например, натуральное число. А какое тут предложение соберет этот параметром? Правильно. Существует х, а вот х. Как доказать это удовлетворение? Это значит предъявить конкретный объект M. Предъявить объект, который из области вашего значения непеременной х. Ну, и... Из области другого не дали. И доказать, что он обладает свойством А. Вот это вот тоже, благодаря конструктивный характер существования. Доказать, что существует х, указать пример и доказать, что он имеет свойством блага. И второе, кванта всем обществе. Для всех х, а от х. Доказать для всех х, а от х, это значит предъявить общий метод, который для любого конкретного программа позволяет получить и предначить А от х. Такие доказательства... Ну, такие доказательства... Пример такого доказательства возможен. Это нет матерской индукции. Если мы умеем доказывать, что число 1 обладает данным свойством, и предположим, что Н обладает данным свойством, что следующее заднее обладает данным свойством, то тогда, таким образом, мы реально можем для каждого натурального числа получить обоснование того, что оно обладает данным свойством. Вот так вот, кванта. Итак, мы поняли все то, что чего-то сейчас брали, потому что мы сейчас перейдем к понятию фундаментальной последовательности, и там потребуется уже, естественно, использование логических символов. Благодарю!